Рамадан Харим Именно так приветствуют мусульмане друг друга на протяжении всего месяца в странах Персидского залива. Дорогие зрители, мы с вами находимся в самом динамичном городе Объединенных Арабских Эмиратов. Добро пожаловать в сказочный Дубай! Меня зовут Наталья. Я рада приветствовать вас на канале InDubai. Тема нашего выпуска посвящена священному для всех мусульман месяцу Рамадан, который так и называется Рамадан. В этой программе вы узнаете, что можно и нельзя в Рамадан, правила поведения и дресс-кода, что такое ифтар, и сухум, и почему боготворительность так важна в этом месяце. Рамадан – это арабское слово, которое означает девятый месяц мусульманского лунного календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для всех мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост, который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток. Год от года время меняется Рамадана, и дело в том, что это зависит от лунного календаря. В этом году в Дубае Рамадан начинается 28 июня и заканчивается 27 июня. Дорогие друзья, сейчас приходит время заката, и поэтому приглашаем вас на долгожданный ифтар. А что такое ифтар, вы узнаете вместе с нами. Приглашаем вас, следуйте за мной. Субтитры создавал DimaTorzok Что такое ифтар? Ифтар буквально означает «разгновение». Во время Рамадана ифтар – это еда, с которой мусульмане прерывают пост после захода солнца, перед тем, как отправиться на вечернюю молитву. Традиционно эта еда начинается с приема сладких пеников, сухофруктов и стакана теплой воды. После вечерней молитвы наступает время долгожданного ужина. Именно тогда открываются все рестораны и кафе. Обычно в ресторанах открывают шведский стол. Какие же продукты и блюда более актуальны с точки зрения ислама и с точки зрения медицины? Ифтар желательно начинать сразу после захода солнца и до совершения вечерней молитвы, которая так и называется – магри. Это касается только самого процесса разгновения, то есть той минимальной пищи, которую следует съесть до совершения вечерней молитвы. И только после совершения намаза следует приниматься за настольную настоящую трапезу. С точки зрения медицины, это наиболее оптимальный процесс выхода из состояния поста. Итак, в чем же смысл поста? Пост для мусульман – это в первую очередь возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные ценности и смысл жизни. Кто же должен соблюдать пост? Пост предписывается всем мусульманам и является одним из пяти столков ислама. Однако от поста освобождаются те, кто не имеет возможности его соблюдать – пожилые люди или мусульмане, имеющие хронические заболевания. Важно добавить, что если вы по какой-то из причин не можете соблюдать пост, то есть одно очень важное условие. В этом случае мусульманин должен за каждый день поста накормить неимущего или оказать помощь не нуждающему, но в размере не менее той суммы, которую он тратит в день на еду. Также от поста освобождаются те, кого пост достал в пути. В этом случае необходимо поститься в дни следующего месяца. А могут ли соблюдать посты и мусульмане? Ну почему нет? Пост могут соблюдать и мусульмане, и не мусульмане, потому что пост укрепляет здоровье, по всем правилам очищает человека не только духовно, но и укрепляет здоровье. Хочется также добавить, что ифтар – это не единственный прием пищи в течение темного время суток. Перед восходом наступает время сухура. Так что же такое сухур? Сухур – это первый прием пищи ранним утром. Он заканчивается перед рассветом. Правила поведения во время поста для туристов и не мусульман, проживающих в Эмиратах. Во время рамадана запрещается пить, а также кушать в общественных местах. Но что же делать, если вы проголодались? То можно купить еду в супермаркете, и во избежание штрафа или замечания со стороны полиции, в знак уважения своим коллегам, мусульманам, необходимо найти укромное место, где можно принять пищу, где вас никто не увидит. Многие спрашивают о дресс-коде. Как же одеваться во время рамадана? Одевайтесь скромно и консервативно. Внешним видом не вызывайте негодование правоверных мусульман. Прикрывайте свои плечи и спрячьте шорты далеко подальше, а также обтягивающие наряды. Значение благотворительности во время рамадана очень важно. Она играет важную роль в исламе. Не обязательно быть правомерным мусульманином, чтобы помогать неимущим и обездоленным. Огромное количество возможностей проявить инициативу и участвовать в благотворительных проектах. Многие организации в исландских странах проводят целые акции по сбору средств по оказанию помощи неимущим. Месяц рамадан отмечается в этих странах с большим размахом. Радуются все. Он сплочает верующих. Более богатые семьи устраивают ифтаи для любого желающего. Многие приходят туда, чтобы разделить разновения ифтара со своими братьями-мусульманами. А сейчас мне бы хотелось рассказать о правилах поведения во время месяца рамадан. Во рамадан мусульмане обязаны соблюдать строгий пост. От утренней молитвы на восходе до вечерней молитвы на закате нельзя есть и пить. Люди, исповедующие ислам, они отказываются от курения, сквернословия, интимной близости, принятия лекарств. Для мусульман рамадан – это месяц воздержания, добрых дел, благочестия, щедрости и терпимости. Итак, что же запрещено в рамадан? Первое. Категорически не стоит мешать мусульманам во время молитвы и нарушать его личное пространство в то время, когда он общается со Всевышним. Второе. Не нужно принимать пищу и воду в публичных местах. Никто не запрещает вам это сделать в отеле, но вот на улице или в других местах, где есть другие люди, которые постятся, не стоит этого делать, потому что это покажет неуважение. Кстати, следует отметить то, что в большинстве мусульманских стран рестораны и кафе от рассвета до заката закрыты. Третье. Рекомендуется воздержаться от курения в общественных местах. Ислам вообще в целом не одобряет этой привычки. И рамадан считается удачным временем, чтобы избавиться от никотиновой зависимости. Четвертое. Безусловно, запрещен алкоголь. Как, впрочем, запрещен всегда в исламе. Пятое. Мусульмане, если вас приглашают принять участие в ифтаре, поучаствовать в совместном трапезе, приеме пищи, отказ от этого приглашения может оказаться фатальным для взаимоотношения с ним. Шестое. В мусульманской стране, особенно в месяц Рамадан, нужно соблюдать сдержанность в одежде. Женщинам не стоит одеваться, вызывающе, носить менее юбки, короткие шорты и ярко привлекающие внимание макияж. Седьмое. Человек в пост должен вести себя на публике сдержанно, тихо и не нарушать спокойствие других, избегая бурных проявлений эмоций, даже фоне жестикуляции. Восьмое. Во время призыва к намазу нельзя громко говорить, смеяться или включать музыку. Девятое. Влюбленным парочкам следует избежать проявления чувств, даже не рекомендуется держаться за ручку. Десятое. В арабских странах также не рекомендуется жевать жевательную резинку и красить губы в яркий цвет. Соблюдение этих нехитрых правил поможет вам избежать казусных ситуаций, неприятностей и также продемонстрирует уважение к религии и образу жизни тех, чья это земля. Надеюсь, информация оказалась для вас полезной. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, следуйте нашим новостям и будьте в курсе того, что происходит в Эмиратах. С вами была Наталья, канал Индубай. До скорых встреч. Пока-пока. Очень надеемся, что те правила, которых рассказали мы вам, окажутся для вас полезными. Не бойтесь приезжать в Эмираты в Рамадан. Здесь очень спокойно, интересно и вам понравится.